возможно ли иметь спасение вне церкви на протяжении долгих лет я постоянно слышат верующих этот вопрос и мне задают его очень часто можно ли спастись вне церкви в своем христианском общении я имею различные категории верующих которые по той или иной причине оставили свое собрание которое они посещали ранее будь то пятидесятническая харизматическая адвентистская хоть свидетели иговы не имеет значения и когда эти люди перестают посещать по различным причинам собрания то члены церкви липастора объявляют их потерянными и не спасенными то члены церкви звонят таким людям приходят к ним в дом и говорят если ты перестал ходить церковь то ты не спасешься теперь ты только отпадешь если ты перестал ходить в церковь ты отступник ты вне церкви ты не спасешься и ты идешь прямой дорогой в ад в погибель таким образом люди говорят что если вы перестаете посещать общину то вы становитесь вне церкви и таким образом вы погибаете итак друзья давайте разберемся так ли на самом деле что означает ходить церковь быть в церкви чем вообще является церковь итак по учению евангелия церковь это тело иисуса христа итак друзья мои невозможно быть спасенным только лишь на основании того что ты примкнул к какой-то церкви допустим тебя пригласили в баптистскую общину ты послушал проповедь ты увидел что вроде там нормальные люди или в харизматической пятидесятнической церкви ты посмотрел вроде тебе все понравилось и ты решил посещать эту церковь и тебе говорят что вот теперь ты спасенная раз посещаешь эту церковь но это не так это не так слово церковь означает вызванные с церковь это собрание людей церковь это не какое-то определенное место где люди собираются церковь это сами люди представляющие храм живого бога церковь это не то место где стоит здание с колоколами куполами или называется молитвенный дом или называется церковь христиан веры евангельской или церковь христиан баптистов люди говорят вне церкви нельзя спастись так у меня вам встречный вопрос в никакой церкви сегодня массы 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 церквей в никакой церкви нельзя спастись вне католической но так католики заявляют что вне католической церкви нет спасения но так и православные заявляют вне православной церкви нет спасения так и баптисты верят что вне ихние церкви нельзя спастись что все остальные в заблуждении 50 ники верят в то же самое так друзья мои и адвентисты не исключение и всевозможные другие движения рано как там мормоны я не уникал глубоко в их не учения но все говорят что если ты оставишь церковь тебе нет спасения вне церкви нет спасения так в никакой церкви нет спасения если правы одни баптисты тогда что 50 ники все погибнут или наоборот если правы католики тогда погибнут все и православные и все протестанты помрут если правы одни православные тогда вымрут все останутся одни православные если правы протестанты то кто потому что протестанты отличаются друг от друга как не знаю как я от балерины в никакой церкви нельзя спастись что вы вкладываете в этот смысл в это значение так вот у иисуса христа существует одна церковь которая является его тело если ты по-человечески перестал посещать какую-то общину ты не выбываешь из-за этого из тела иисуса христа потому что тело иисуса христа это духовное тело это не какая-то определенная группа людей или собрания людей тело иисуса христа это вселенское тело допустим если я по каким-то причинам перестал посещать местную общину да вот свою которая у меня есть или я уехал в какой-то другой город в какую-то другую страну не знаю попал я на необитаемый остров я вне церкви остался вне церкви я перестал мне нет возможности в церковь или меня посадили в одиночную камеру допустим иоанн сидел на острове патмос представьте там никакой церкви не было так что теперь как насчет спасения вне церкви вот представьте попал я на необитаемый остров на день я человек нет церкви так что теперь со спасением проблема у меня я же вне церкви я же далеко от нее так вот друзья церковь это не плотское сборище сбор извините муж я грубое слово сказал насчет сборище но некоторые сборище до в действительности бог так говорит называя некоторые общины но смотрите церковь это тело христа в которой мы крестимся посредством крещения святым духом так вот если я вне какой-то общины я не выбываю из тела христа я продолжаю пребывать в нем даже если я один даже если я без братского общения даже если по каким-то причинам оставил свою церковь до по местную я не исключаюсь из тела христова я все равно в теле христа где бы я не находился хоть в тюрьме хоть на острове хоть где хоть в космос улечу друзья мои хоть отправьте меня на другую планету я все равно буду в церкви потому что я часть вселенской церкви часть вселенского тела иисуса христа это не плотское какое-то перемещение с одной группы в другую но это постоянное нахождение во христе иисусе духом где мы посажены в небесных местах как сказано в послании ефесянам поэтому если ты брат или сестра по каким-то причинам оставил свое местное собрание это не означает что ты выбыл из тела христа но таким образом действуют лжеслужителя или неверно обученные члены церкви им говорят перестал ходить в церковь ты погибнешь ты спасешь не спасешься все тебе конец но это неправда друзья мои да в евангелии говорится в наставлении апостолов не оставляйте собрание своего как у некоторых есть обычай у меня встречный вопрос какое твое собрание если церковь стоит в учении апостолов она действительно трезвая здравой не поглотил ее мир грех грязь нам мамона там и все остальное то конечно же ни один здравый вменяемый духовный христианин но никогда не оставит такую церковь потому что ему нравится общение со своими братьями и сестрами собираться вместе и делиться откровениями но если твоя церковь совсем удалилась то уж извините я считаю что такую общину стоит оставить и лучше находиться где-нибудь одному но при этом совершать свое спасение в страхе господне в чистоте и в любви божьей чем быть постоянно заквашенным где проповедуются одни закваски традиции религии где на людей как фарисеи обкладывают всякими традициями бременами как это делали фарисеи понимаете друзья то есть под понятием слова церковь все люди подразумевают разное но если вам говорят что нельзя спастись вне иисуса христа то это правда действительно вне господа иисуса христа спасения нет и то каким образом если человек отрекся от христа ушел от него тогда конечно как о каком спасение может идти речь но если ты по плоти физически не посещаешь общину ты не выбываешь из тела христова ты можешь быть в одиночной камере на острове один в доме можешь остаться но ты не теряешь спасения да ты теряешь общение с братьями и сестрами ты больше тогда можешь общаться с миром с мирскими людьми то есть это может так или иначе повлиять на твое духовное состояние но вычеркнуть тебя из тела христа невозможно потому что апостол говорит такие слова что ничто не может отлучить нас от любви христовой не начала не ангелы там не смерть ничего никакая другая тварь то есть творение не отлучить отлучить от христа мы можем только сами себя вы поймите что нас никто не может отлучить как таковое от христа люди сами себя отлучают от иисуса христа от его царствия через разрыв договора который они заключили с богом посредством водного крещения во имя господа иисуса христа как это описывается в евангелии и в наставлении апостолов то есть человек делает договор с богом включается в завет он получает святого духа христос находится в нем но если человек попирает святыню как говорится в послании евреем да не почитает кровь завета который был однажды освящен разрывает этот договор до в духовном смысле переходит на сторону врага этого мира и просто бросает напрочь евангелие и умышленно просто идет и не собирается кается просто вот но это я считаю безумие редко кто на такое способен но есть исключение когда люди разрывают договор с богом тем самым отрекаются от своего спасения и сами себя в принципе отлучают от небесного царства тогда конечно для таких людей мне кажется уже спасения нету но человек который согрешил упал да там по каким-то причинам перестал ходить церковь он не теряет из этого свое спасение никоим образом потому что иисус христос в нем живет даже вне братского общения так что друзья мои спасение вне церкви в плотском смысле этого понимания конечно же возможно а иногда еще и нужно выйти из вавилона помните в новом завете так говорится выйди из вавилона народ мой чтобы не участвовать тебе во грехах его или допустим церковь лаудики когда совсем оформлялась и стала теплой там вообще христос был вне церкви вы сами посмотрите да вне лаудикийской общины был иисус так где было спасение в церкви или вне церкви если мы будем смотреть на церковь лаудикий то как раз таки в той церкви спасения не было друзья мои она была вне потому что христос был вне и он хотел к ним прийти и говорит кто творит к тому войду так что друзья мои спасение вне церкви возможно но невозможно спасение вне иисуса христа друзьям ведь мы спасаемся не в церкви как таковой а во христе мы имеем безопасность так что некоторым нужно просто выйти если их церковь стала полностью лаудикийской потому что в ней нет реально не христа не спасение христос наружу вызывает из такой церкви чтобы дети божьи будучи частью тела христова не сквернялись там от этих заквасок так что друзья все просто научитесь разграничивать то есть поймите сначала что такое вообще церковь и тело христова допустим апостолы еще так говорят выйдем к нему застан это послание евреям да выйдем к нему застан нося его поругание то есть в том случае апостолы подразумевали застан закона моисея до за из за израильский стан потому что израиль будучи станом божьим в котором был огненный столб в свое время да в котором слава божья находилась он не вошел в этот новый договор в этот новый завет поэтому бог вышел оттуда даже когда христа распинали сказано завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу то есть бог показал что он вышел из того ветхозаветного служения из всей той системы которая там была его там нет поэтому израиль должен был выйти застан застан тех учений традиции грубо говоря застан закона моисея потому что христос был за станом соответственно уже в законе в стане израиль с израильском который отверг мессию как написано он пришел к своим и свои его не приняли да все он вышел он оставил да то есть они призвали проклятие на свою голову когда кричали пусть кровь его то есть кровь иисуса христа на нас и на детях наших да они сами притянули к себе да все вот это давление которое тысячелетиями оказывалось на израиль так что спасение там уже нет людям нужно было выходить совершать исход застан потому что спасение было застана сегодня спасение также застаном деноминации в деноминациях нет и никогда не было спасения потому что бог спасаемых привлекает крестит в свое тело они в какую-то церковную систему в которую ты ходишь и там записали там твое имя в церковную книжку там ты в конвертике туда десятины носишь на записал там все свои данные где ты работаешь тебя записали в члены церкви и вот теперь ты член церкви они говорят вот перестанешь ходить мы тебя значит вычеркнем с членов нашей церкви и все тебе конец таким образом людей запугивает но это друзья мои не так абсолютно абсолютно не так тебя могут выгнать из любой церкви ну слава богу если за истину конечно тебя выгонят за имя христова ты блажен если конечно тебя за твои грехи развращения выгонят ну сам виноват сам виноват тогда но подвязывая так сказать все в конец подытоживая вне церкви да есть спасение вне церкви но нет спасения вне иисуса христа так что пребывайте в господи иисусе христе если у вас нет местной общины ищите прежде царство божие это в первую очередь а потом бог вам со временем приложит и общину и братьев и сестер но самый крайний самый крайний случай у вас есть интернет вы можете питаться от тех служений которые вы находите в интернете можете иметь общение с братьями и сестрами с которыми подружились в интернете для этого есть skype есть разные социальные сети где вы можете смотреть видео иметь общение да конечно вы будете иметь некий дискомфорт вам негде принять причастие хлебопреломления там или омовение ног или водное крещение если вы как будут ново испеченный верующий но будете искать царство божьего все это остальное просто-напросто приложится в вашу жизнь так что друзья всех вам благословений не слушайте всевозможные басни и байки обращайте свой взгляд вот сюда вот сюда в евангелии иисуса христа и посмотрите сами как было там и старайтесь жить и учить так как было вот здесь написано тогда у вас никаких проблем не будет не слушайте людей слушайте бога иисус сказал овцы мои слышат что мой голос и за другим не идут а его голос вот здесь в новом завете вы можете найти и любой голос который говорит вопреки нового завета и вопреки наставления апостолов это не голос божий очень все просто друзья мои вообще евангелие слишком простое спасибо